В Магнитогорске, а это значит в рубрике у наших южных соседей по глобусу, около полуночи и цветочного магаза на улице 50 лет магнитки, два типа под видеозапись сожрали половину сырого патисона и подгрызли не менее сырую тыкву. Овощи свежего урожая лежали в качестве антуража на клумбах перед входом в торжище. Возможно, у хозяйки магазина было опасение, что овощи могут украсть, что в прошлые годы случалось, и она поставила видеокамеру. Но то, что их могут сожрать... Поначалу у цветочных дел мастера подумали, что это какие-то мелкие грызуны похавали. Но когда посмотрели видеозапись, то, мягко говоря, офигели. Судя по всему, парочка типов была сильно навеселе и использовала овощи в качестве закусона. Ну а чё, какая разница? Закусон, патисон. Возвращаешься домой спать? Не спать, а с пати. Съешь пати сон. Всё логично, всё сошлось. Тут и сон присовокупился. Вы спросите, какой национальности были эти сыроеды? Ну тут вспоминается старый анекдот. Что смогу, съем. Остальное надкушу. Отведав сырых овощей, эти типы пофоткались, потом обнялись, закружились в станции. И возник вопрос уже не про национальность, а про ориентацию. А ведь это Магнитогорск. Да фу, да нет. Да просто нашвырялись. А хозяйка цветочного магазина просит у овощиедов исправить ситуацию и принести ей свежий целый патиссон. И на посошок небольшое наблюдение. Судя по таймеру, случилось это всё вскоре после полуночи. Тут кто-то лупанёт. Ага, и карета превратилась в тыкву. Нет, так далеко фантазия не расплывается. Они, конечно, сказочные, но нет. Речь о том, что вскоре после полуночи и наступило 3 сентября. Ну там, я календарь переверну и всё такое. А прикиньте, попасть в этот нескончаемый день сурка и каждую ночь вынуждена жрать сырой патиссон. Хотя, согласен, про тыкву и карету тоже был хороший заход, но развить эту Золушкину тему вы можете самостоятельно в качестве домашнего задания.